Доброе утро, уважаемые трейдеры, клиенты компании Амаркетс. Сегодня 10 мая, начинаем наш утренний брифинг. Начнем с главных тезисов сегодняшнего выступления. Прежде всего, вопрос, продолжится ли укрепление евро и британской валюты по отношению к американскому доллару. Также сегодня в спектре нашего внимания будет выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который состоится уже в ближайшие часы. И, помимо этого, обсудим тренды по нефти и помогут ли данные сегодняшние о запасах как-то преломить те тренды, которые мы наблюдаем в последние дни. И, конечно, нас будет интересовать процентная ставка в Новой Зеландии. Напомним, что уже сегодня ЦБ этой страны примет решение по поводу основного макроэкономического показателя. Теперь об этом, обо всем поговорим более подробно. Начнем с таких более общих рассуждений по поводу того, что же нам ждать в ближайшие дни от движений по основным валютным парам. Отметим, что всегда на рынке должна быть какая-то основная главная тема, вокруг которой происходят именно различные спекуляции и те или иные новости, которые так или иначе влияют на тренды по ключевым валютным парам. Мы видели, как несколько недель назад все вращалось вокруг Великобритании, вокруг того, что Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в палаты парламента. Затем мы наблюдали различные спекуляции по поводу выборов во Франции. И в данный момент эта тема тоже себя уже исчерпала в силу того, что событие само по себе прошло. И вот сейчас на самом деле рынки в таком недоумении небольшом, потому что на самом деле каких-то мощных информационных поводов в ближайшие недели не запланировано. Да, мы держим в голове заседание ОПЕК, но оно будет уже ближе к концу этого месяца. Поэтому сейчас, пожалуй, главная тема на рынках, которая существует, это все-таки опять же заседание ФРС, которое состоится в июне. Мы уже довольно много говорили по этому поводу в наших прежних выпусках, отмечая, что вероятность повышения ставки крайне высока, высока как никогда. И, пожалуй, что даже и не стоит пока акцентировать свое внимание на этой теме. Во многом уже предстоящее повышение в цене было заложено, потому что в начале года еще про это говорили. В том числе и чиновники в США, которые абсолютно уверены, судя по их словесным заявлениям в последние дни, абсолютно уверены в том, что будет повышение уже в июне. Ну и затем еще говорится о том, что следующее повышение возможно состоится в декабре этого года. Так вот, получается так, что сейчас это основная тема, которая будет влиять на главные валютные пары. Прежде всего мы говорим о парах фунт-доллар и евро-доллар. И, конечно, это, опять же, нужно учитывать, потому что в силу того, что прочих каких-то важных оснований не будет, мы должны будем опираться на ключевые уровни технического анализа, которые мы сейчас с вами обозначим, и держать в голове то, что возможно именно укрепление долларов в ближайшие дни по причине того, что крупный капитал будет постепенно закладывать все больше средств под эти высокие вероятности повышения ставки. Если мы говорим о паре евро-доллар, то нужно отметить два ключевых значения. Первое – это уровень поддержки на отметке 1.0850. Мы отмечали, что после ГЭПа, который был еще в конце апреля, наблюдались тенденции к росту единой европейской валюты по отношению к доллару. И, на самом деле, в начале этой недели было также весьма вероятно дальнейшее укрепление данной валютной пары. Опять же, если мы посмотрели бы на дневной график цены, то увидели, что прошлая пятница закрылась очень сильно. И, более того, мы удержали уровень в понедельник. Но вот затем произошло снижение пары евро-доллар, и сейчас мы скорее сможем увидеть продолжение именно снижения. Но это состоится только в том случае, если мы окажемся ниже уровня 1.0850, который уже был обозначен. При этом можно еще сказать о том, что с момента начала торгов после ГЭПа, который был в конце апреля, у нас формировалась линия поддержки, она была наклонена под углом определенным. И дело в том, что в ходе вчерашней торговой сессии эта линия поддержки также не устояла. Мы закрепились ниже нее, поэтому сейчас есть все основания предполагать, то, что уже сегодня может быть пробит уровень 1.0850, и мы двинемся ниже, к следующим уровням, которые будут на отметке 0.10750 и 1.07. Вот отметка 1.07 как раз-таки это тот момент, который был до начала ГЭПа. Опять же, мы знаем, что довольно часто ГЭПы имеют свойство закрываться, но так ли это будет на этот раз, покажут уже ближайшие дни. В то же время, для тех, кто все-таки еще ориентируется на покупки по евро-доллару, отметим, что начинать эти сделки стоит только при закреплении выше уровня 1.0950, который в свою очередь будет очень важным этапом именно для тех, кто покупает пару евро-доллар, либо планирует это сделать в ближайшие дни. На самом деле, если мы поговорим про евро и еврозону в целом более подробно, то стоит отметить, что не так давно на днях была опубликована статья Bloomberg аналитическая о том, что в еврозоне все не так плохо, как мы привыкли понимать. На самом деле, сколько мы помним последние месяцы и даже годы, принято считать, что в еврозоне все довольно стабильно, но при этом наблюдается стагнация и совсем нет каких-то предпосылок для роста экономики. Более того, то там, то в одной части Европы, то в другой возникают очаги кризисные, которые в целом плохо влияют на евро. Мы знаем про то, что ситуация в Греции была нестабильной, затем Португалия давала о себе знать именно с отрицательной точки зрения. И в Исландии мы наблюдали движение против перехода на евро и вообще очень негативно настроенных гражданами этой страны по поводу перспектив своей, опять же, страны в еврозоне. Так вот, заголовок этой статьи был довольно амбициозным для евро. Он звучал как лучшие дни для евро все еще впереди. Вот именно так аналитики этой статьи обозначили свое видение. Они заметили, что с момента кризиса 2008 года по 2012 год продолжалась стагнация в еврозоне и совсем не было позитивных данных. Но вот затем, в последние годы мы наблюдаем период восстановления. Пусть он очень долгим представляется. И опять же, те макростатические данные, которые мы видим, да, ту статистику, которую публикуют страны в ближайшие годы, она может быть является противоречивой и не всегда говорит о том, что на самом деле эти признаки укрепления экономики еврозоны существуют. Но вот тем не менее, если мы сосредоточим внимание на ключевых показателях, именно по странам, которые вызывали больше всего вопросов, это та же Греция, Португалия и Исландия, то увидим, что все не так плохо. Если мы проверим данные по Греции, то окажется, что там довольно стабильная ситуация в последние годы. Более того, текущий бюджет там реализуется с профицитом. То есть нет дефицита бюджета, нет серьезных долгов. Вот именно то, что беспокоило так инвесторов в прошлые годы. И именно из-за этого отчасти мы и видели такие сильные снижения по паре евро-доллар. Так вот, 3,9% от ВВП сейчас профицит бюджет о Греции, что, конечно, является пусть и не крайне замечательным событием, но тем не менее показывает стабильность на текущий момент экономики данной страны. Более того, в Португалии также рост ВВП наблюдается в последние годы. За период с прошлого по текущий год зафиксирован рост на 1,4%, что также является сигналом к тому, что все не так плохо. И на самом деле есть определенные предпосылки для дальнейшего роста экономики еврозоны. При этом, конечно, мы отмечаем, что рост экономики еврозоны не всегда означает рост пары евро-доллар, потому что существуют еще прочие причины для движений по ключевой валютной паре. Прежде всего, конечно же, это действия Соединенных Штатов Америки, их регулятора, ну и прочие спекулятивные ситуации, которые довольно часто возникают на рынках. Но опять же, вот то мнение, что в Европе все очень плохо и нет никакого роста, вот мнение пессимистов, оно сейчас не может считаться верным, и нужно уже ориентироваться на несколько иные данные. Конечно, главной проблемой сейчас в Европе является занятость, особенно в Испании и Италии. Об этом также мы довольно много говорили в прошлых выпусках, но на самом деле какой-то резкой тенденции к ухудшению этих показателей нет. Опять же, мы наблюдаем состояние стабильности, пусть и эти цифры пока не могут радовать ни представителей еврозоны, ни потенциальных инвесторов. Так вот, возвращаясь к сегодняшнему событию, выступлению Марио Драги, продолжая тему еврозоны, скажем, что мы привыкли видеть более протокольные такие выступления главы ЕЦБ. Ничего значимого обычно мы не ожидаем от него услышать. Мы слышим отчет, основные цифры по инфляции, некоторую макро-статистику, но при этом очень редко озвучиваются какие-то реальные планы ЕЦБ по поводу процентной ставки, либо по вопросу выкупа облигаций. Вот об этом сейчас тоже несколько слов скажем. Если повышение либо понижение ставки никто от Марио Драги и ЕЦБ не ждет, с этим пока все понятно, изменений в ближайшие месяцы не будет, то вот главный вопрос, который сейчас есть, это по программе количественного смягчения, которая в последние годы несколько затормозилась. Но тем не менее вопрос остается, а именно то, в каких количествах будет продолжен обратный выкуп облигаций со стороны ЕЦБ, потому что именно это событие влияет на пары евро-доллар и влияет на те движения, которые мы будем видеть сегодня. Опять же, волатильность будет повышена именно в эти часы, но не стоит ожидать каких-то сильных движений по паре евро-доллар в силу тех причин, которые мы уже обозначили сейчас. Поэтому ожидаем в 3 часа по московскому времени выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Следующая новость, которая сегодня обязательно будет в центре нашего внимания, это запасы нефти. Об этом мы уже говорили немного сегодня. Те тренды, которые продолжаются по главному сырьевому активу в последние дни, конечно же, не могут радовать покупателей, которых было довольно много, судя по фьючерсным объемам. Если мы посмотрим, опять же, этот показатель с главных бирж товарных, то увидим, что на самом деле многие покупали еще в начале года в надежде на пробой верхних значений отметки 57.50. Но сейчас говорить о росте не приходится. Вот единственное, что может сегодня повлиять на разворот, возможный разворот по нефти, так это публикация запасов. И опять же, это, возможно, станет лишь в случае, если мы будем наблюдать снижение запасов. При этом нужно отметить, что нефть находится вблизи нижней границы уровня поддержки. Поэтому даже незначительный позитив для покупателей, то есть снижение запасов, может обеспечить закрытие спекулятивных позиций. И поэтому мы вполне можем увидеть импульс вверх от значений в 47 долларов за баррель. Если же мы закрепимся ниже этой отметки, то следующей целью для продавцов станет уровень 43 доллара. И именно туда нефть отправится в случае плохих данных и закрепления, опять же, ниже этого уровня. Ну и последнее событие, важное, которое будет сегодня, точнее в ночь со сегодняшнего дня на следующий, в азиатскую торговую сессию, это публикация ставки в Новой Зеландии. То, о чем мы тоже, тот тезис, который мы обозначили еще в начале сегодняшнего брифинга. Сейчас ставка находится на уровне 1,75% пункта. И нужно отметить, что до 2015 года она была снижена практически в два раза. Тогда она составляла 3,5%. И за это время, если мы посмотрим, опять же, на дневной график по паре новозеландский доллар и американский доллар, увидим, что наблюдался рост новозеландской валюты, что не входит в планы, не входит в глобальные планы регулятора Новой Зеландии в силу, опять же, экспортной направленности экономики Новой Зеландии. Отметим, что сильная валюта уже мешает обеспечивать тот уровень доходности местным экспортерам, который был бы приемлем с учетом нынешних показателей. И поэтому сейчас ставка находится на стабильном уровне, уже несколько заседаний на ней изменяется. И каких-то предпосылок для ее сегодняшнего изменения также нет. Прогнозное значение на таком же уровне закладывается в 1,75. И на самом деле вероятность изменения ставки очень низка, менее 5%, если мы посмотрим по основным аналитическим агентствам. Поэтому, опять же, отмечаем повышение волатильности. Можно будет заработать на импульсном движении сразу после публикации решения, но вряд ли это движение будет более чем на 20-30 пунктов. Поэтому, опять же, нужно закладывать соответствующие риски под эту сделку. Что касается пары британский фунт и американский доллар, то отметим, что британская валюта сильнее смотрится в последние дни, нежели европейская. И с начала текущей торговой сессии мы уже видим довольно сильный рост. На самом деле, если по евро-доллару на дневном графике уже не смотрится пара на дальнейший рост, то вот фунт-доллар в этом отношении несколько иначе выглядит. Мы имеем все шансы увидеть отметку 1.30 и даже 1.3150 на протяжении ближайших недель. Поэтому, если по паре евро-доллар продажи выглядят куда более вероятными, то вот в отношении пары фунт-доллар этого сказать пока нельзя. И нужно быть очень аккуратным, если вы вдруг решите продавать эту валютную пару, например, сегодня. Да, есть важный уровень, уровень сопротивления на отметке 1.2990, но опять же продавать от него сейчас можно только на очень низких таймфреймах, M5 либо 15-минутный график с целями буквально в 15-20 пунктов, чтобы поймать коррекцию. При этом это будет весьма рискованно, поэтому опять же будьте осторожны с этими движениями. На этом сегодня все. Всем успехов в торговле. Увидимся завтра. До свидания.